Для тех, кто вакцинировался от коронавируса зимой, настало время, когда угасающий иммунитет нужно реанимировать повторной прививкой. Вместе с этим пришло время сезонной иммунизации против гриппа. Можно ли совмещать две вакцины вместе? А если нет, какой прививке отдать предпочтение? На эти вопросы ответила заведующая поликлиникой для взрослых Елена Камаева. Ревакцинироваться или нет? Пока над этим вопросом размышляют одни десногорцы, другие всё ещё не могут решиться и на первую процедуру. Вакцинация, набравшая темпы летом, замедлилась. А между тем, до целевого показателя Десногорску не хватает совсем чуть-чуть. Доля иммунизированных взрослых на сегодня – 54%. Чтобы сократить отставание в медико-санитарной части, стало доступно три вакцины – «Спутник Лайт», «Эпивак Корона» и «Спутник Ви». Эти же препараты используют для ревакцинации, которая в городе уже началась. Сейчас у нас уже проводится активно и привито ревакцинировано 248 человек. Ревакцинацию рекомендовано проводить любой вакциной от коронавирусной инфекции, но преимущественно используется вакцина «Спутник Лайт», которая делается однократно через шесть месяцев, но потом каждые шесть месяцев именно этой вакциной прививаем. Ревакцинации не свойственны и серьёзные побочные эффекты. Температура, слабость или боль в плече – самое неприятное, что можно ожидать. Но и проходят эти симптомы самостоятельно через 12-24 часа. Не слишком суровая плата за восстановление иммунной системы. Через шесть месяцев после первичной вакцинации, либо через шесть месяцев после перенесённого заболевания титр антител снижается и клеточный иммунитет тоже угасает. Поэтому с целью поддержания первичного иммунитета рекомендовано проведение ревакцинации. Но главное опасение осени – это совместимость вакцин от коронавируса и от гриппа. Что делать, если заболеть не хочется ни тем, ни другим? С интервалом один месяц эта вакцинация является безопасной абсолютно. То есть в наведении вакцины образуются просто разные антитела. На коронавирусную инфекцию формируются одни антитела и, соответственно, клеточный иммунитет. На гриппозную вакцину формируются другие антитела и другой клеточный иммунитет. То есть с интервалом один месяц – это допустимо, И это считается безопасным. Вину прививки от коронавируса часто ставят ее неэффективность. Но если заражение произошло после посещения врача, это не говорит об иммунной осечке. Такой исход в рамках правил. Есть люди, которые привились и заболели в последующем коронавирусной инфекцией, но этот процент очень маленький. И возможно даже, что они заболели в период, когда формировался иммунитет. И считается, что после второй вакцинации в течение двух-трех недель формируется вот этот активный иммунитет. И между первым и вторым компонентом введения вакцины и через 2-3 недели после введения второго компонента вот это такой период, когда человек может еще заболеть коронавирусной инфекцией. Последние недели в Десногорске ситуация с заболеванием ковидом остается стабильной. Но не стоит забывать, что осень – благодатная среда для развития респираторных инфекций. Поэтому врачи настойчиво рекомендуют не откладывать вакцинацию и обезопасить себя от двойного заражения. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.